Этой турецкой журналистке грозят 23 года тюрьмы. В феврале Джанан Джашкун опубликовала в оппозиционном издании статью о том, как прокуроры и судьи, связанные с правящей партией, задёшево покупают недвижимость. Журналистку обвинили в том, что она опорочила имена чиновников. В Турции это не первое громкое дело, связанное со СМИ. Чаще всего журналистов здесь преследуют именно за критику официальных лиц. Много криминальных дел связано с оскорблением президента. Согласно турецкому законодательству, вас могут посадить за это на многие годы. Таким образом, складывается впечатление, что постепенно главные оппозиционные медиа подавляют путём преследования и нападков. Больше 230 дел, связанных с оскорблением президента Эрдогана, насчитали британские СМИ в период с апреля прошлого года по май нынешнего. Особенно давление на редакции возросло незадолго до парламентских выборов. Полиция штурмовала офисы двух оппозиционных телеканалов. Это просто последний шаг в попытке взять под контроль все СМИ в Турции. Эрдоган совершенно не переносит критику. Вместе с тем, руководство страны отвергает все обвинения в ограничении свободы слова и оправдывает свои действия борьбой с терроризмом. Однако в последнем докладе Еврокомиссия обвинила Анкару в нарушении прав человека. Действия турецких властей препятствуют прогрессу в сближении с ЕС, отметили в Брюсселе.